Добрый день, дорогие друзья! Я надеюсь, меня нормально видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Спасибо. Я наблюдаю в чате в основном знакомых людей, которые часто ходят к нам на вебинары Директ Академии, поэтому не буду комментировать те ссылки, которые я размещаю в основном для наших новичков в самом начале нашего чата. Это те ссылки, которые вам будут полезны, если вы принимаете участие в Директ Академии. От регистрации на новые вебинары до информации о том, где можно ознакомиться с записями, информация о наших онлайн-курсах и о том, где можно получить сертификат, приобрести сертификат после окончания нашего вебинара. Тема у нас сегодня – электронное издание, как преподавателю стать автором в издательстве Директ Медиа. Тема достаточно часто у нас звучащая, та, которая идет у нас в связке наших продуктовых вебинаров каждые полгода. Я вам настоятельно советую скачать презентацию, потому что она сделана немножко не так, как все другие мои презентации. Эта презентация сделана нами совместно с Юлией Барабанщиковой, причем большую ее часть сделала она, поэтому она выглядит в виде документа. То есть там много слов, которые могут вам пригодиться потом. Я обычно так не делаю, но в данном случае это даже хорошо, потому что после вебинара у вас останется четкий план, по которому вы можете это все вновь посмотреть. Все-таки перед началом своего вебинара я проведу такую краткую рекламу трех следующих вебинаров, которые пройдут у нас, начиная с завтрашнего дня. Завтра, 19 апреля, у нас будет вебинар Натальи Николаевны Сметанниковой «Чтение на родном и иностранном языке школьников и взрослых». Это второй вебинар данного спикера. Первый из них, тоже прочтение, прошел с месяца назад. И это следующая тема, на которую я предлагаю вам обратить внимание. В понедельник, 22 апреля, у нас вновь выступает этот третий вебинар Анны Бирюковой. Ну, если говорить о бэкграунде, это активная участница русской Википедии, которая проводит уже третий вебинар по таким достаточно глубоким вопросам, связанным с соотношением Википедии и образовательного сообщества. И специалистов вообще, которые к Википедии пока отношения не имеют. И вот последняя тема, она такая наиболее глубокая должна быть. Большая наука и Википедия, мировая практика, российские проекты и исследования. Здесь уже о связи ученых, ну, конечно, и вузовских ученых тоже, и Википедии, их взаимоотношения, что хорошо, что плохо, как они могут друг другу помочь. Наконец, 23 апреля, во вторник, наша постоянная ведущая Марина Пивень, ведущая трека по искусствоведению и истории искусства, проведет вебинар «Судьба гений» Амадео Модельяне. Ну, приходите на этих вебинарах, как всегда, будет интересно и много интересных изображений. Ну, а теперь я, с вашего позволения, перейду к своей теме. Напомню, электронное издание, как преподавателю стать автором в издательстве Директ Медиа. Вебинар будет состоять, ну, по сути дела, из двух частей, так, иногда причудливо перемешанных друг с другом, между ними не будет особой границы. Первая из них посвящена электронной книге вообще, а вторая, собственно, взаимоотношением потенциальных авторов и издательства Директ Медиа. То есть такая, ну, условно говоря, теоретическая часть и практическая, если можно так выразиться. Итак, пару слов о Директ Медиа. Не как о агрегаторе контента, в этом качестве я представлял наши продукты, собственно, на остальных вебинарах, а как об издательстве. Существует издательство Директ Медиа с 2002 года, подготовлено достаточно много книг, тысячами исчисляется. В какое-то время издательство Директ Медиа перешло на электронную, стало электронным издательством. Это было еще до того, как мы вышли на рынок в качестве агрегаторов, выпускали большое количество популярных тогда дисков, CD-ROM-ов, DVD-ROM-ов, на совершенно разные темы, связанные с, как правило, с гуманитарными направлениями знаний, с искусством и так далее. С увеличением роли интернета мы вышли в интернет и в настоящий момент также являемся электронными издателями и электронными агрегаторами. Но в качестве именно издательства у нас сейчас в прайсе значится более полутора тысяч учебников и монографий электронных, которые, впрочем, могут поставляться и в бумажном виде. Научно-популярная, классическая литература, мультимедийные издательства, художественные альбомы, ну и так далее. Наше издательство, мы стараемся плодотворно сотрудничать с вузовскими авторами. Причем в зависимости от того, как распределены права и вообще желание сотрудничать. Это могут быть сотрудничества с автором, с кафедрой, с факультетом или с университетом целиком. Ну, например, в лице издательства университетского. И мы предлагаем полный комплекс услуг по созданию электронных и, собственно, печатных тоже книг. Ну, в основном, конечно, мы заняты электронными книгами. А в связи с этим хочу сказать, что, собственно, наверное, это ни для кого не новость, да, что популярность электронных книг во всем мире и в нашей стране тоже набирает обороты. К сожалению, это иногда выражается в том, что любимые нами бумажные книги, любимые нами тоже, скажем так, бумажные книги исчезают, становятся дорогими, закрываются книжные магазины в небольших городках. Я уж не говорю про села. Бумага потихоньку исчезает из нашего оборота. Вот даже рядом со мной в одном из спальных районах Москвы уже лет пять, как закрылся книжный магазин в шаговой доступности, был хороший магазин, теперь его нет. Теперь за книгами ездим в центр. Ну, или за три станции метро. Вот. Но это, конечно, не умаляет тех достоинств, которые имеет именно электронная книга. Это такие тектонические сдвиги, которым мы можем только следовать, но не формировать их. Поэтому вот сегодня мы про электронную книгу с вами поговорим. Несколько слов о наших авторах, которые у нас... Мы выбрали только трех. Не потому, что там вот совсем никого больше, не на кого больше показать пальцем. Да, ну, просто как вот, чтобы был этот один слайд, а не целая презентация. Леонид Маркович Григорьев, российский экономист, один из наших таких известных авторов. Виталий Туевич Третьяков, политолог. Сергей Братановский, профессор кафедры МССИ. Ну, вот достаточно такие известные фигуры, которые среди наших авторов фигурируют. Я обращаю ваше внимание, это авторы издательства Директ Медиа. Это не авторы, которые помещены в электронную библиотечную систему. Там, конечно, набор авторов на 2-3 порядка шире. Это конкретно авторы издательства Директ Медиа, чьи электронные издания вышли под нашим грифом. Ну, пару слов. Вот это вот такой самый теоретический материал, который, тем не менее, требует осмысления. Вы знаете, и чем дальше, чем больше я провожу этих вебинаров, тем глубже становится это осмысление. Ну, вот на самом деле, почему электронная книга, она так популярна? Тут есть несколько моментов. Некоторые из них очевидны, некоторые менее очевидны, но, тем не менее, они действуют очень серьезно. Ну, во-первых, да, сразу хочу сказать, что переход от электронной книги к бумажной осуществляется достаточно легко. По технологии print-on-demand, ну, по крайней мере, у нас, при нашей технологии электронной верстки. Ну, а сам корень всех преимуществ электронной книги, он, Зиджисон на таком фундаментальном свойстве ее, то, что ей не надо владеть. То есть, точнее, не надо владеть ее вещественным, ее веществелением, если можно так сказать. Что происходит, когда мы покупаем книгу в магазине? Мы ведь, по сути дела, покупаем ее для того, чтобы пользоваться этим текстом, то есть, чтобы его прочесть, и те мысли, которые в этом тексте изложены, стали бы нашими мыслями, мы постарались бы их понять и для себя применить. Вместе с этим мы приобретаем предмет, который стоит у нас на полке, занимает место, за ним надо следить, надо следить, когда мы его куда, кому-то отдали, потом, чтобы нам отдали обратно. То есть, мы приобретаем все те неприятности, которые, как правило, следуют за нами, когда мы хотим чем-то владеть. Я напоминаю, что в праве есть такие три фундаментальные вещи, как владеть, распоряжаться и пользоваться. То есть, хотим там и пользоваться, а нам предлагают в книжном магазине вместе с пользованием приобрести еще права владения. В то время, как 95% эти права владения совсем не нужны, но просто совсем. Вот я все-таки продолжаю, что-то несмотря на то, что сейчас революция медиа и чтение становится коротким, стараюсь все-таки читать достаточное количество книг в год. Тем не менее, покупаю в бумажном виде, ну, наверное, одну, максимум две, а то и половину, условно говоря, книги в год. То есть, только тогда, когда мне по какой-то причине хочется подержать в руках, полистать, понюхать, в конце концов, страницы, посмотреть на эти иллюстрации, вот именно, как на бумаге, там и так далее. Это какие-то чувства, которые уже, ну, в общем, не всегда нам нужны. Все остальные книги я с удовольствием читаю, даже без специальной читалки, просто с экрана своего телефона и не испытываю при этом абсолютно никаких отрицательных эмоций. Сопутствует тому, что я сказал, масса дополнительных полезностей. Одно из них, ну, просто масса. Например, электронные книги можно читать в темноте, если вы их читаете с устройства, которое само светится. Электронные книги можно просто стереть, если они вам не нужны, и тогда они даже места у вас не будут занимать. Следующее упирается, конечно, в правовые моменты, но с технической точки зрения надо иметь в виду, что еще одно фундаментальное свойство электронных книг. Стоимость копии нулевая. Собственно, это свойство фундаментальное, оно вообще принадлежит электронному миру. То, что стоимость копии, она настолько мала, что ее можно считать нулевой. Вот отправил я книжку кому-то, и теперь у нас две книжки. Я не передал эту книжку, а я просто ее скопировал, и теперь книжка у меня и у моего друга. А мой друг скопировал книжку свою мне, и у меня теперь два. И мы на это не потратили абсолютно никаких денег. Еще раз, это, конечно, упирается в права, но с другой стороны, это фундаментальное свойство любой электронной информации. и она во многом определяет бытие электронного формата. Я, наверное, потратил на это много времени, но вы знаете, мне вопросами электронного контента я занимаюсь уже почти 30 лет, и для меня чисто в философском смысле эта тема не является проходной. Я поэтому пытаюсь и вас как-то подвигнуть к осмыслению вот этих сдвигов, которые произошли в последнее время. Ну, вот здесь еще перечислены преимущества электронных книг. Можете мгновенно доносить ваши мысли и идеи до читателей. Ну, почти мгновенно. Это скорее сказано про электронную передачу информации вообще. Конечно, сам процесс электронного издательства не мгновенный, но все-таки гораздо быстрее. И вот второй пункт как раз про это. На издание электронной книги уходит примерно месяц, в то время, как на бумажную потребуется примерно полгода. Нет затрат на доставку, нет затрат на тиражирование. Это как раз то, о чем я говорил, когда сказал про нулевую стоимость копии. можно продать бесконечное количество копий, ничего при этом не тратя. То есть осуществив электронное издание, мы пока потратились только на само издание, не потратились на его тиражирование. А дальше количество проданных экземпляров зависит только от популярности книги и не зависит от дополнительных затрат на производство экземпляра. Широкий охват, ну это понятно, да, сеть она в настоящий момент глобальна, поэтому охват всегда самый широкий. Ну и последнее, то, о чем мы никогда, ну или точнее редко задумываемся, экологичность. Не расходуется древесина, ваша книжка занимает какое-то минимальное место на сервере в каком-то дата-центре. Конечно, дата-центры сами по себе тоже не экологичны, но если смотреть на единицу информации, то экологичность повышается на много-много порядков. Ну а древесину, конечно, жалко в наше время, просто хотелось бы, чтобы леса были, а не сводились бы ради газет, журналов и книг. вернемся на грешную землю, к техническим моментам, какие форматы электронных книг мы поддерживаем, какие вообще есть. Есть их очень много разных, скачивая, например, популярную программу, которая называется, как она называется, сейчас я вам скажу, которая поддерживает несколько десятков калибр, она называется, или калибре, не знаю, как это читается, по-французски или по-английски скорее. она поддерживает несколько десятков форматов электронных книг, все они сводятся в основном к нескольким форматам. Это формат с фиксированной версткой, PDF, тот формат, который, почему он называется с фиксированной версткой, дело в том, что он полностью воспроизводит формат бумажной книги и соответственно хорош тем, что его можно в любой момент напечатать и копия будет на 100% соответствовать книжному варианту. Вот прямо один в один. Собственно, для этого формат PDF и создавался, и вот этим он хорош. Мы пользуемся в основном именно этим форматом, потому что мы работаем в основном с учебной литературой, где много, ну, за исключением гуманитарных направлений, где много формул, много таблиц, может быть, много элементов сложной верстки, и в этом случае формат с фиксированной версткой, он наиболее хорош, потому что позволяет воспроизвести все нюансы. Кроме того, PDF еще хорош тем, что это совершенно универсальный формат, и вы его, посылая файл с таким разрешением, вы можете быть уверены, что на противоположном конце его обязательно прочтут. Какие еще форматы бывают? Формат EPUB, это текстовый формат с гибкой версткой, удобный для мобильных устройств, в том числе для телефонов, применим для любой художественной литературы и для учебных книг гуманитарного направления, где нет сложной верстки. Аналогичные форматы моби и популярной в России FB2, а также формат, он не то чтобы устаревший, он немножко для другого, формат эффективной упаковки книг сосканированных. Когда у нас нет текстового слоя, а есть только сосканированный слой, то можно эффективно применять формат дежавю. И это тоже один из стандартов электронных книг. У нас таких книжек не так много, они есть, в основном это очень старые книги, дореволюционные, старые орфографии, которые не содержат современного текстового слоя. Процесс издания книги, и тут мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего вебинара. Как я сказал, эти части смешаны друг с другом по поводу сотрудничества. При сотрудничестве с авторами мы применяем два вида процессов. Это полный процесс, который осуществляется полностью за счет автора или научного гранта, включает большой полноценный комплекс издательской работы. Ну и оптимальный процесс, когда делятся между нами обязанности, скажем так. В этом случае издание научной работы осуществляется на основе авторской редакции и при необходимости технологии print-on-demand, которая позволяет получить малое количество экземпляров на бумаге при необходимости по цене практически мало отличающейся от тиражной цены. В этом случае издание осуществляется тоже за счет автора, но обходится значительно дешевле. По конкретным цифрам обращайтесь к нашим редакторам, их информация об их адресах вы увидите далее. на этом слайде видны наши координаты. Это те люди, с кем можно связаться по поводу издания ваших работ в издательстве Директ Медиа. Это наш общий адрес. Если пошлете сюда, менеджер распределит тем людям, которые эта информация непосредственно больше подходит, либо напрямую с Юлией Барабанщиковой вот этот адрес, который уже сразу вам ответит на ваши вопросы скорее всего в один заход, скажем так, без пересылки информации. Ну, или также можно загрузить вашу рукопись в личный кабинет, ваш личный кабинет в нашей ЭБС и после этого связаться с кем-то из названных персон. Передача рукописи. Ну, да, слово рукопись мы до сих пор применяем, хотя, наверное, к вардовому файлу это не в той степени относится, но сохраним все-таки данное обозначение. Передача рукописи происходит в текстовом формате, в вардовом RTF или TXT, если там один только текст. К тексту могут быть предложены отдельным файлом таблицы, графики, схемы, формулы, иллюстрации в формате JPEG, PNG, GIF и другим. Там есть нюансы, что в каком формате лучше прикладывать, но лучше вы узнаете об этом от самого редактора. Я же могу сказать общие правила. Если вы применяете растровые иллюстрации, то используйте лучше всего формат JPEG. Если вы используете иллюстрации скриншоты, формулы, графики, таблицы, лучше всего используйте формат PNG. Это наиболее распространенные и форматы, которые позволяют передать наилучшим образом то, что вам и нам надо при верстке. Для научных изданий необходимо также представление научных рецензий. Это тоже лучше непосредственно к редакторам. Такой маленький издательский ликбез, постараюсь быстро очень. Этап издания подразумевает процесс издания подразумевает следующие этапы. Это корректура, редактура и верстка. Корректура это выческа орфографических и прочих ошибок. Редактура это правка стиля, это в общем случае. Кроме того, корректор оформляет текст и расставляет гиперссылки и сноски в соответствии с ГОСТом. Ответственность за корректуру и редактуру ложится при оптимальном режиме на сотрудничество на автора, при полном режиме на издательство. Но даже в оптимальном режиме не то, чтобы мы совсем умываем руки и берем в том виде, в котором автор предложит. Конечно, нет. Все-таки наши корректоры и редакторы этот текст просматривают в ускоренном режиме. Если не видят грубых ошибок, то принимают текст в работу, в дальнейшую работу. Если видят, то тогда происходит общение с автором и каким-то образом ошибки другим исправляются, либо на повторную корректуру редактора они отправляются. Вот наверное тот пункт, который можно было бы поставить и раньше в нашей теоретической части, так сказать, или философской, а можно поставить и здесь, потому что это уже напрямую связано и с нами. Итак, еще один очень серьезный плюс электронной книги, это, во-первых, цветное исполнение иллюстраций. Ну, как вы знаете, обратившись в любое издательство, ваше вузовское издательство или какое-то другое, с предложением, например, включить в ваш учебник 500 цветных иллюстраций, вот посмотрите, что тогда вам скажет ваш руководитель издательства или кто будет принимать у вас эту работу, или какую цену он вам за это выставит. Что касается электронной книги и количество иллюстраций, и качество этих иллюстраций, и цветность этих иллюстраций практически никак не сказываются на конечной стоимости. Ну, количество иллюстраций немножко сказывается, но не очень сильно. Вот бумаги-то расходовать не надо, электрончики, они денег не стоят. Вот хотел бы с этим рассказать, поделиться своим опытом. Когда-то давно-давно, когда мы это, наверное, было 20 лет уже почти назад, может быть, чуть-чуть попозже, когда мы впервые занимались производством электронных книг, еще тогда в университете печати пришел к нам как-то один уважаемый профессор, которого так сложилось, что его заставили с нами работать, потому что он был очень против. Ну, и вообще он был такой ретроград немножко. Хотя прекрасный специалист был в своей области истории литературы, литература и искусства были его предметы. И как-то он в общем принес свои тексты и сказал, ну, а вот, вы знаете, мне еще иллюстрации нужны, у меня такой предмет, где мне без иллюстраций трудно. Ну, я ему говорю, да без проблем, несите свои иллюстрации. Он говорит, ну, а сколько можно? Я говорю, да сколько надо, столько и несите. А вот, он говорит, тут его глаза загорелись, он говорит, а 150 можно? Я говорю, можно и 150. В общем, в конце концов его электронная книга вышла с, по-моему, тремястами почти иллюстрациями красочными, мы помогали его подбирать эти иллюстрации в интернете. И, в общем, с этого времени этот человек стал большим сторонником электронной книги. Вот такие вот случаются метаморфозы у нас, вот поэтому всегда помните об этом, особенно в гуманитарных областях это важно, вы можете подобрать практически любое количество цветных хороших иллюстраций и их использовать. Конечно, в данном случае ряд иллюстраций надо легализовать, то есть, если это чужие иллюстрации, то у иллюстрации есть всегда автор. Кроме того, автор есть не только у самой иллюстрации, но и, то есть, не только у изображенного предмета, например, какого-то архитектурного сооружения, но и у фотографа, который это делал, в этом есть некие тонкости, но с другой стороны нам помогает тут наш гражданский кодекс, который разрешает использовать для информационных и учебных целей ряд объектов права бесплатно. Ну, по крайней мере, не забывайте указывать всех авторов, которые вам известны и чьи произведения не находятся пока в открытом доступе, в общественном достоянии. В связи с этим хотел бы дать две свои иллюстрации из совершенно другого вебинара, посвященного работе с иллюстрациями. Кстати, у меня будет скоро курс, посвященный работе с иллюстрациями и вообще с визуализациями, но об этом чуть попозже. Просто несколько советов. Если вы автор, автор электронных книг, да и не только электронных, вашей прямой компетенцией, которой вы обязаны в настоящее время владеть, является компетенцией подбора иллюстративного материала. И тут пользуйтесь во всей, так сказать, всеми возможностями разных видов поиска, которые предоставляются нам сейчас бесплатно. Я, например, больше всего люблю поиск по Google картинкам. Обращаю внимание не просто в Google, а именно по Google картинкам, причем с настройками соответствующими, о которых я сейчас расскажу. Вот настройки здесь показаны ниже, и они возникают после того, как мы нажимаем на инструменты поиска. Но первое, что вам надо знать, ваш путь к успеху это правильная формулировка поискового запроса. То есть, если вы правильно можете подобрать либо прямое название того, что вы ищете, либо наоборот то название для той графической метафоры, которую вы собираетесь использовать, то поиск превращается, сильно упрощается. Если вы ошиблись с этими словами, вы можете искать часами и ничего не найти. Вот это первое, что надо знать. Ну, и второе, это используем инструменты поиска, в частности, для качественных иллюстраций. Качественные иллюстрации нужны почти всегда, но не всегда они нужны в очень большом уж качестве, но если иллюстрации даются на всю страницу, например, то хорошо бы их иметь в хорошем качестве. Так вот, используйте инструменты поиска, далее выбираем инструмент размер, далее выбираем пункт меню больше чем и выбираем минимальное разрешение, которое нас устраивает вот здесь. Ну, я вот использую, например, 1600 за 1200. Но вообще максимальная граница в поиске по гуглу это 70 мегапикселей, это там 9000 примерно там с чем-то, ну, 10 тысяч на 7000 примерно пикселей. Ну, и последнее, если вы хотите использовать ваш труд с четкой гарантией, что все права соблюдены, ну, особенно на международном рынке где-то, да, где наших послаблений со стороны четвертой части гражданского кодекса на использование в учебных материалах бесплатно некоторых правных картинок не действует, да, то используйте тогда вот инструменты поиска права на использование и выбирайте с лицензией на использование. В этом случае вам будут выпадать либо иллюстрации, которые вообще не находятся под правами, то есть CC0, так называемые, иллюстрации в общественном достоянии. Иллюстрации в общественном достоянии позволяют использовать их вообще в любом режиме, даже без указания авторства. Единственное, что нельзя делать, это присваивать себе или кому-либо другому авторство. То есть нельзя, скажем, использовать иллюстрацию Босха и говорить, что это иллюстрация Иванова. А, вот это нарушение, остальное все можно. Более такой защищенный вид лицензии это Creative Commons, где вы можете не платить денег, но вы обязаны указать авторство материала обязательно, неуказание авторства является нарушением его авторских прав и может быть оспорено в суде точно так же, как и если это полностью закрытые, то есть под копирайтом, и если вы там, условно говоря, обидели его на деньги. Но в данном случае указание авторства обязательно, это надо запомнить. То есть, даже если вы берете открытый материал, и он не находится в общественном достоянии, а находится под лицензией Creative Commons, указание авторства обязательно. Вот, ну, на этом такой краткий экскурс в область деятельности билд-редакторов заканчивается. Я всегда не устаю повторять, что в настоящее время человек, интеллектуальный, скажем так, человек, а автор электронного контента, тем более, должен быть билд-редактором. Это его, одна из основных его компетенций. Вот, ну, кроме тех, которые существуют в поле его деятельности. Вот, ну, и вернемся, собственно, к нашим баранам. Верстка. Следующий этап это верстка электронного файла. Разработка электронного, электронной верстки, оригинал макета, она полностью лежит на нашем издательстве. Это уже профессиональная деятельность. Автором выполнено быть не может, ну, или, если может, то с большими оговорками. Но у нас это выполняют наши верстальщики. Обращаю ваше внимание еще раз, мы верстаем книги в том формате, который допускает их перевод на бумажный носитель один в один практически. Вот, то есть, мы производим именно верстку, а не создание электронного контента в открытом виде. при этом происходит большое количество разных действий производим. Во-первых, мы должны оформить эту книгу в соответствии со всеми ГОСТами, присвоить ей индекс ISBN, индекс ISBN, но если проводить аналогию с базами данных, это ID вашей книги, то есть, некий идентификационный номер, который однозначно ее представляет во всем мировом наборе книг. То есть, в мире не найдется больше книги, издания, брошюры с точно таким же ISBN, который у вас. За этим следят, как правило, специально уполномоченные органы в каждой стране. В каждой стране раздаются свои диапазоны ISBN, и поэтому пересечься они не могут. Необходимо также книги проставить классификационные индексы УДК и ББК, знак защиты авторского права, выходные данные издательства, типографии и так далее. типографии, если необходимо. Да, про ISBN я уже сказал. Хочу только отметить, что ISBN, ББК и УДК присваивается издательство, то есть в данном случае издательство Директ Медиа присваивает их, диапазон ISBN нам передан книжной палатой, ну а индексы ББК и УДК мы присваиваем на основе некоторых правил, предписанных законом. Ну, по поводу тому, кому присваивается ISBN, не буду долго размазывать. Важно только, что у вашей книги будет ISBN, который однозначно будет ее определять в мире. Индекс УДК это универсальная десятичная классификация, она используется для систематизации произведений науки, литературы и искусства. Индекс ББК это система библиотечной классификации, которая предназначена для организации библиотечных систематических каталогов и картотек. Ну, и вот здесь приводится пример, как можно уточнять индекс по разным видам знаний от большего от более общего к более частному. например, 81 это языкознание, 81 41 славянские языки, 81 дальше уточняем русский язык, дальше словари. Вот так вот потихонечку от начала до конца уточняется направление области вашей книги. Авторский знак тоже то, что необходимо, чтобы присутствовать. Он состоит из буквы и двух цифр, буква, как правило, первая буква фамилия автора или заглавия книги. Ну, и дальше он тоже высчитывается по определенным параметрам. Знак копирайта, хотя, вы знаете, знак копирайта в некоторых странах должен стоять, в некоторых нет, но его стараются ставить, чтобы подтвердить свой копирайт. На самом деле, сам факт появления книги является событием, после которого книга приобретает копирайт, то есть она приобретает приоритет в момент своей публикации. И даже если копирайт не стоит в книге, это не означает, что книга не имеет прав и что автор лишается прав. Но мы всегда ставим знак копирайта на всякий случай, потому что это явное объявление о своих правах. Ну и, наконец, выходные данные, которые производятся тоже по всем правилам. Ну вот здесь вот написано, как они производятся. На первой странице, на обороте титульного лица, на последней странице. Все мы это знаем по книгам, которые выходят в книжных магазинах. Библиографическая запись строится на основе ГОСТа 2013 года. Вот этого. Правда, ГОСТы эти немножко противоречивы, которые электронные издания, про электронные издания говорят. Ну, во многом это объясняется и тем, что электронные издания такая сущность достаточно интересная, она многоликая и не всегда поддается вот такой классификации традиционной. Но, в принципе, некий свод правил все-таки есть. Вот, например, вот примерно так выглядит для ресурса локального доступа, ну, то есть, например, для диска, а вот так вот для ресурса удаленного доступа выглядит запись. Напоминаю, что базовый формат электронной книги, который у нас применяется, это PDF, мы применяем его для учебников, учебных пособий и прочих изданий, содержащих хотя бы в малой степени элементы сложной верстки. Ну, если чисто тексты, то также он может конвертироваться в формат EPUB, FB2, MOBI, если в какой-то степени это касается жанра популярных электронных книг, то все больше мы используем форматы EPUB и FB2, но это редко с нами случается, мы все-таки намечены больше на научную и учебную книгу, которая продолжает издаваться в электронном виде в PDF во всем мире. Обложка. Опять возвращаемся к вопросу оформления, картинок и так далее. Обложка, вот казалось бы, в электронном виде нет смысла в обложке. Обложка это то, что мы видим в книжном магазине или в библиотеке, по обложке книжку встречаем, понравилась нам обложка, лезем дальше в нее и смотрим, надо нам или нет. Там вроде бы это оправдано. А зачем в электронной книге обложка, когда она сама по себе не стоит в магазине и не должна вроде бы привлекать внимание. Оказывается, нет. Обложка очень сильно влияет на то, как эту книжку будут читать, потому что аналог книжной полки существует в электронном виде и ваша книга всегда конкурирует за внимание с теми книгами, которые рядом стоят, условно говоря. Вот, например, набрал какой-то студент какой-то поисковый запрос. Он оказался слишком общим. Например, набрал слово «История СССР» или «История России» и вывалилось ему 2000 книг разных. Он еще пока искать тонко не умеет и начинает все это смотреть, просматривать и так далее. И вот перед ним мелькают эти обложки разных книг. Каждый человек, вы знаете, как бы он не считал себя интеллектуальным, он все равно встречает по одежке. И, вы знаете, человек все равно ведет себя немножко как ворона, которая любит блестящие предметы и красивые предметы. Все равно глаз радуется, когда он сначала попадает на какую-то красивую и хорошую и содержательную картинку, во-первых, на которой можно сразу увидеть визуальную метафору той книги, которая необходима, во-вторых, на которой четко и ясно название книги представлено. Поэтому макет обложки разрабатывается издательством, согласовывается с автором, и обложку мы всегда делаем, чтобы она была читабельной и привлекательной. Ну и наконец аннотация. Аннотация это всегда коллективный труд. Смысл трудности написания аннотации в том, что с одной стороны редактор, даже глубоко прошедший и вникший в текст без автора не может составить аннотацию, потому что аннотация это такой глубинный смысл вашей книги, а с другой стороны часто и автор, не обладая редакторскими способностями, такими хорошими редакторскими способностями не может составить аннотацию правильно, поэтому это всегда коллективный труд автора и редактора и этот труд делается совместно нашими сотрудниками и автором. Где размещается книга после того, как она была опубликована в электронном виде, это все наши ЭБС, ЭБС общая университетская библиотека онлайн, флагманская наша, специализированные ЭБС, если книга по своей тематике подходит к ним, это бизнес-портал, школьная библиотека, также библиотека нон-фикшн есть у нас такое предложение для публичных библиотек, дальше в интернет-магазине если вы захотите продавать копии своей книги на открытом рынке. Ну и вот размещение этих книг производится бесплатно у нас, разумеется, и каждый автор может полностью самостоятельно контролировать всю статистику посещения и покупок своих книг в своем личном кабинете, то есть автору выдается доступ в личный кабинет и он может следить за статистикой посещаемости своего детища. Что мы делаем для автора для того, чтобы убыстрять цитируемость его? Но много чего. Во-первых, мы формируем быструю ссылку на библиографическое описание этой книги. Что значит быструю? Это означает, что еще до этапа чтения книги, то есть ваш потенциальный читатель, который еще производит просмотр возможных книг для чтения в предварительном экране просмотра книг, даже не просмотра еще, а экране предварительного просмотра, либо поисковая выдача, либо какая-то часть каталога, перед ним много книг, и он еще не принял решение вашу книгу читать. Еще на этом уровне он может во-первых, взять библиографическое описание вашей книги в электронном книге и уже как-то его использовать, вставить свой документ и так далее, либо посмотреть список литературы и тоже в электронном виде и сразу вставить один или несколько пунктов оттуда к себе. Это повышает привлекательность вашей книги с точки зрения будущего читателя, потому что он сразу видит, о чем это, сразу видит, как ее использовать, и если он должен использовать ссылку на вашу книгу в своем труде, это сильно убыстряет процесс, не только убыстряет, а скорее даже повышает вероятность ссылки на вашу книгу, потому что у многих, особенно у молодых ученых, вопрос технологический, связанный с цитированием, он настолько же остро стоит, как и вопрос вообще ссылаться или не ссылаться, то есть то ли иной раз молодые ученые не ссылаются на что-то, даже не потому, что не хотят сослаться, потому что не знают как, еще не освоили вот эти вот сложности, связанные с тем, как именно процитировать книгу, мы им в этом помогаем и соответственно увеличиваем цитируемость как факт, то есть просто повышаем цитируемость ваших книг. И обращаю внимание еще раз, что это действует не в момент, когда уже начали вашу книгу читать, а на один ранг выше, ближе к главной странице, а означает, что в этом месте вообще говоря гораздо больше людей эту книгу увидят. То есть если чтение это уже акт достаточно такой интимный и на этот этап переходит малое количество людей, то предварительный просмотр на этом этапе ну наверное на два порядка больше людей просматривают выходные данные вашей книги. Поэтому эта вероятность увеличивается. В среднем на издание электронной книги требуется один месяц. Сроки могут варьироваться от разных причин, от технических особенностей, организационных возможностей, в том числе и ваших как автора. Не каждый автор может сопровождать, у него может просто не быть времени на очередную транзакцию, но в принципе если все соблюдается, то один месяц это достаточно мало. Конечно о том, что книга появилась в свете необходимо как можно быстрее известить потенциальных читателей. И для этого это тоже танец, который танцует вдвоем, как говорится. С одной стороны, наше издательство занимается продвижением своих книг, выпускает прайс-листы новые, в которые включает свои книги, рассылает эти прайс-листы в крупные вузы, библиотеки страны, помещает информацию о книгах во всех своих электронных проектах и так далее. конечно, хорошо бы, когда автор, который гораздо лучше нашего издательства, всегда знает целевую аудиторию своей книги, проводил бы с этой целевой аудиторией какие-то свои манипуляции. В этом случае, конечно, книга продвигается гораздо лучше, когда автор в этом тоже заинтересован. если необходимо, мы выдаем авторам вот такой сертификат, который подтверждает факт публикации. Часто авторам такие сертификаты необходимы. Они могут высылаться в бумажном виде, в электронном или бумажном виде по вашему как вы захотите. Можно также отправить 16 обязательных экземпляров в книжную палату за счет автора, если это необходимо. Ну да, по поводу индекса цитирования я уже немножко сказал, как мы работаем с тем, чтобы повышать цитируемость вашей книги. Это и технические действия некоторые, ну и организационные действия тоже. После официального издания книги все данные о ней по специальному формату передаются в RINC и обычно RINC через 1-3 месяца включает их в свой электронный каталог. Если необходимо, есть возможность издать книгу по технологии Print on Demand. Ну, я думаю, что это печать по требованию, по-русски это звучит. Это такая технология, которая позволяет, технология цифровой печати, которая позволяет получить от одного экземпляра книги, вот, в отличие от других способов тиражирования. Стоимость, конечно, немножко выше, чем при тираже в миллион экземпляров, но, тем не менее, достаточно подъемно, и если необходимо это автору, то можно это заказать. По поводу стандартов еще пару слов. Стандарты, которые мы используем при изготовлении электронных изданий, это последний стандарт 2013 года электронные издания, стандарт 2008 года библиографическая ссылка, стандарт самый старый 2001 года библиографическая запись, библиографическое описание электронных ресурсов. и вот, например, те добавки, которые делаются к записи образцы библиографических описаний электронного сетевого ресурса, вот красным помечены те особенности, которые для электронных книг применяются. Что именно мы издаем в электронном виде, как правило, это учебные или научные издания, монографии учебники, особенно мы заинтересованы в учебниках, конечно. Если это совершенно новое издание, то в зависимости от ценности книги, издательство может взять на себя все расходы на полное издание с выплатой гонорара. Но мы также занимаемся переизданием книг, которые выходили в бумажном виде, опубликуем сборники статей и трудов, опубликованных в научных журналах, сборниках конференций. Собственно, сами сборники конференций, тематические сборники, они в основном принимаются в авторской редакции и печатаются при необходимости по технологии Print on Demand. Криги принимаются к печати после утверждения редакционным советом издательства. То есть, это вопрос ваших взаимоотношений с издательством, какие книги могут быть опубликованы, какие нет. Вот редакционный совет совместно с вами принимает это решение. Ну, что ж, вот, собственно, у меня к вам и все. Напоминаю, что данная презентация создана мной совместно с редактором вузовской литературы Юлией Барабанщиковой. Вот, прошу любить и жаловать, скачивайте эту презентацию с тем, чтобы сохранить в памяти сегодняшний вебинар. Также запись этого вебинара будет доступна сегодня или завтра вечером. Вот, а сейчас я проведу некоторые действия, не уходя из эфира прямо, для того, чтобы выдать вам сертификаты. Это кому надо. Это займет буквально пару минут, и даже наверное меньше. А вы пока готовьте вопросы, если они у вас есть. Так, сохраняю. Так, то, что я замолчал, еще не значит, что я покинул вебинар, я просто произвожу какие-то действия. Некоторые. Ну, и перехожу в выдачу сертификатов. Забираю файл. Закачиваю. Выделяю. Выдаю. И отправляю на почту. Все. И сейчас я вам напомню адрес, по которому вы можете приобрести сертификаты, если они вам необходимы. вот этот адрес. А можно ли обратиться автору-педагогу, библиотекарю школы? Ну, почему нет? Всякий раз вы знаете, вот лучше обратиться, чем не обратиться. Зачем ваши сомнения? Обращайтесь непосредственно к редактору, поговорите с ней, либо по электронной почте, либо по телефону, и все станет ясно о том, насколько ваше авторство интересно конкретно для нас. Еще раз хочу сказать, если это неинтересно для нас, это не значит, что ваш труд авторский не нужен. Просто может оказаться, что он не совсем попадает в тот круг интересов, который конкретно нашему издательству необходим. Мы все-таки занимаемся в основном учебной литературой, частично научной. Размещение от организации ВУЗа возможно, с кем связаться? Связывайтесь тоже с Юлией Барабанщиковой, в случае чего она вам поможет. Можно также связаться с Анной Ивановой, Юлия вас перенаправит, в случае чего. Да, конечно, размещение от организации ВУЗа тоже возможно, и возможно немножко какой-то другой будет алгоритм, особенно если у вас уже есть верстка, там, есть нюансы, просто есть нюансы. Что ж, коллеги, спасибо, что вы сегодня пришли, несмотря на то, что этот вебинар, он такой для нас, ну, как я уже сказал, мы проводим его каждые полгода, авторы, мне всегда его очень приятно проводить, потому что он касается некоторых таких фундаментальных вещей, которые, может быть, даже не все авторы знают. И вот довести и немножко пропагандировать, так сказать, сам факт электронного издания для меня, ну, не хочу сказать большая честь, да, это как-то другие слова нужны, но это нужно, понимаете, просто мы идем в этом направлении, и это магистральное направление, от него никуда не деться нам. Коллеги, еще раз спасибо за то, что пришли на наш вебинар, напоминаю, что Директ Академия это вебинар каждый день, задумайтесь, каждый рабочий день в течение 10 месяцев мы проводим для вас вебинары. Приходите, пожалуйста, на наши вебинары, мы подбираем для вас спикеров совершенно в разном, разные, от Википедии до детского чтения и так далее, то есть совершенно в различных областях, выбирайте на свой вкус, регистрируйтесь, приходите и таким образом продолжим наше с вами сотрудничество. До свидания, до новых встреч в Директ Академии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok